В этот праздничный день были цветы, подарки и стихи. Много стихов. Ведь лучшая награда для писателя, когда его книги не пылятся на полках, а раскрыты в руках читателей. Татьяна Петрова Мельникова. Кто не знает Машу, Машу растеряешь. Где по-русскому тетрадь? Маша лезет под кровать. Поэт и прозаик Татьяна Мельникова, член Союза писателей Москвы, автор нескольких книг, публиковалась в периодических изданиях России, Германии, Канады и США. Но для всех тех, кто пришел на этот творческий вечер, Татьяна Петровна еще и близкий человек. Она пишет очень просто, пишет очень искренне. Ее строчки ложатся в душу, сразу в душу ложатся. И они остаются там, как родные. Новый сборник стихов стал настоящим подарком судьбы к 80-летию писательницы. Увы, поэзия в наше время не самый ходовой товар. Найти финансирование для стихотворного сборника практически невозможно. И стихи, вошедшие в книгу, так бы и писались, как говорится, в стол. Вдруг мне звонит человек и говорит, я прочитал вашу книгу «Таруса 101 километра» и хочу с вами встретиться. И когда мы встретились, это было в Тарусе, он говорит, а над чем вы сейчас работаете? Я говорю, над книгой стихов. А у вас есть спонсор? Нет спонсора. Давайте я буду спонсором. И вот он все выполнил свое обещание. Зимой Татьяна Петровна живет в пригороде Москвы, родной Развилки. Летом вот уже 30 лет переселяется в город Тарусу, в Калужской области. Отсюда и название сборника, куда вошли стихи разных лет. На творческом вечере писательница поделилась своими воспоминаниями о жизни и о людях, с которыми ее сводила судьба. Навстречу отрешенной и легка, скрипучих не касается половиц. Так в небе проплывают облака, и хочется пасть на колени. «Москва, Таруса, два полюса моей души» – шестой сборник стихов Татьяны Мельниковой. Многие читатели отмечают, что это своего рода поэтический дневник. В нем от строчки к строчке раскрывается образ женщины, которая стойко переносит превратности судьбы и неизменно верит в лучшее. У меня нет таких чисто трагических от начала до конца. У меня как-то драма потом переходит в какой-то, не то что хэппи-энд, а свет впереди какой-то должен быть у человека, чтобы идти и надеяться. Иначе так трудно жить. В детстве Татьяна Петровна мечтала стать геологом, искать полезные ископаемые, но жизнь повернулась иначе. Вот уже несколько десятков лет она находит слова и рифмы, чтобы описать свою любовь, надежду и веру, и отдает это своим читателям. На дне глубокой ямы, там, где отходов сток, без чувства личной драмы, горит огнем цветок, небес над ним законцы, а он себе цветет и очень верит, солнце его и здесь найдет. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Елена Кошлева. Видное ТВ.